Весна Тает снежок, ожил лужок, день прибывает, когда это бывает? Правильно, весной. Ребята, а вы заметили какие-нибудь изменения в природе? Что же произошло? К нам весна шагает быстрыми шагами, и сугробы тают под ее ногами. Черные проталины на полях видны, видно очень теплые ноги у весны. Она приходит с ласкою и за своей сказкою, волшебной палочкой взмахнет, в лесу подснежник расцветет. Идет, матушка, весна, отворяй-ка ворота. Первым март пришел, белый снег сошел, А за ним и апрель отворил окно и дверь. А уж как пришел в май, солнце в терем приглашай. Первый весенний месяц – март. Этот месяц называют в народе капельником. Одни со звонкими капелями – солнечниками. С крышкой пели ручейками, в лесу росинками. С ветки на ветку пробрызнет, с иголки на иголку капнет и застынет в тени сосулькой. И, конечно же, веселые весенние ручейки. Откуда ж они появляются? Наверное, от тающих снеговичков? Хочешь, смотри, как вода играет искриками на солнце. Хочешь, слушай, как вода журчит. А хочешь, брось в ручей щепку, и она сразу превратится в корабль. Или запусти бумажный кораблик. Уж тает снег, бегут ручьи, в окно повеяло весною. Засвищут скоро соловьи, и лес оденется листвою. В марте появляются первые проталины. Отсюда и другое название месяца – протальник. Феврелю Бакарею – младший брат. Первые сосульки, первые лужи, а первый дождик, а первая радуга. А весенние первоцветы – желтая матемачиха, розовая волчья лыка, голубые перелески. Расцветает верба. Уж верба вся пушистая, раскинулась кругом. Опять весна душистая, повеяла крылом. Овесники весны – птицы. Гречи прилетели, вьют на деревья гнезда. Запили первые жаворонки. Скворцы чистят скворечники. Март – проба голосов птиц-зимовщиков. Овсянок, пищух, поползней петь начинают. Во второй половине марта просыпается и выходит из своей берлоги медведь. Интересно, что самки с медвежатами просыпаются значительно позже, когда снег полностью сойдет. Когда медведь просыпается и выходит из берлоги, он не сразу начинает активную деятельность. Ему нужно отлежаться, поваляться на свежем воздухе, как бы проснуться. Восьмое марта – Международный женский день. Главный праздник месяца. Народные приметы марта. Длинные сосульки к долгой весне. Если в марте вода не течет, в апреле трава не растет. Март с водой, апрель с травой. В марте тучи плывут быстро и высоко к хорошей погоде. Частые туманы в марте предвещают дождливое лето. Апрель – водолей. Солнце, снег и дождь в перемешку. Не постоянен обманщик апрель. На дню семь погод. К концу этого месяца солнце красное пригоняет последние остатки снега. Поэтому апрель называют снегогоном. Куда ни ступишь, куда ни посмотришь, везде вода. С каждым днем снегу на полях остается все меньше и меньше. А проталин появляется все больше и больше. Апрель открывает ключи от воды. А апрельский цветок сломает книжок. Власть зимы свергнута. Кое-где уже наступает ледоход. Воды взломали ледяной покров и хлынули на волю в широкие поля. С весенними водами по рекам плывут льдины, унося за собой зимние мосты и дороги. Снег быстро растаял. Реки разлились и затопили берега. Иногда весна приносит немалый обед жителям леса. Суши остается совсем мало. Порой случается половодье. Апрель – месяц великого переселения птиц на родину. Высоко в небе поет жаворонок. А мимо него все летят и летят новые гости. Журавли, лебеди, аисты, гуси, утки. В середине апреля до середины мая у зайчихи рождаются зайчата. В лесах в это время местами еще лежит снег. Поэтому зайчат первого помета называют наставиками. Любимый праздник детвори в апреле – День смеха или День дурака. Это праздник веселых розыгрышей и улыбок. Часто на апрель выпадает праздник Пасха. Приметы апреля. Апрель с водою, май с травою. Мокрый апрель – хорошая пашня. Гром в начале апреля к сухому лету. Если апрельский дождик начинается с больших капель, он скоро перестанет. Из березы обильное сокотечение к дождливому лету. Последний весенний месяц – май. Март с водой, апрель с травой, а май с цветами. Весна всерьез принялась за свое третье дело – начала одевать лес. Май так и называют – травень или цветень. Сияющей зеленью новорожденных листьев одевается лес. Начинает зеленеть и цвести деревья и кустарники. Зеленый росточек прохлады боится. Никак не решится из почки пробиться. И солнышко шепчет – не бойся, голубчик. И тянет листочек за маленький зубчик. В мае два холода, когда дуб распускается и когда черемуха цветет. Запестрели повсюду весенние цветы – ветреница, хохладка, калужница, медуница, ландыш майский, сон трава. Зеленеют все опушки, зеленеет пруд, А веселые лягушки песенки поют. Начинается пора лягушачьих свадеб. Все поет в мае, играет и пляшет. Косачи на земле, селезни и утки на воде, Дятлы на деревьях. Появляются первые бабочки – желтые лимонницы. Вылетели за первым метком пчелки. Май – месяц первой зелени, первых цветов, Первых весенних гроз, первой радуги. Любят месяц май за длинные майские праздники. Первого мая отмечается день весны и труда. Девятого мая наша страна празднует День Победы. Чествую ветеранов Великой Отечественной войны. Народные приметы мая. Коли в мае дождь, будет и рожь. Май холодный, год хлебородный. Частые дожди и туманы к плодородному году. Май сырой, июнь сухой. Много журавлей или майских жуков появилось в мае. Это к засухе. Хотите знать о весне больше? В весенних месяцах, праздниках, весенних приметах? Приходите в библиотеку и знакомьтесь с красочными энциклопедиями и научно-познавательной литературой на любой возраст. А также читайте замечательные стихи, рассказы и сказки о самом солнечном и цветущем времени года. Спасибо за внимание и до новых встреч!